Здравствуйте! В эфире программа Репортер и я ее ведущий Евгений Луценко. Сегодняшняя история для тех, кто хочет найти свой дом. Если вы его еще не придумали и тем более не построили, слушайте внимательно. История для начинающих строителей и больших мечтателей. Семья из села Черноречия нашла способ, как избежать ипотеки и при этом обзавестись собственным жильем. Чита Качалинах возводит себе двухэтажный дом из автомобильных покрышек. Уже полностью готов каркас, скоро начнутся отделочные работы. Репортер побывал на самой необычной стройке и выяснил, где можно взять тысячи шин и как построить дом, если на него совсем нет денег. История фантазеров, которые доказали, что могут все. Из соломы страшно, бревна дорого, бутылки не наберу столько. Эта история словно выросла из сказки «Три поросенка». Медработник Ирина Качалина задумала построить себе дом. Подсчитала финансы, не хватило ни на что. Женщина не расстроилась. Собрала домашний совет из своих двух дочерей. Приняли решение, будут строить из того, что лежит без дела. Из автомобильных шин. Вызвали экскаватор, начали рыть котлован. Ночью, потому что вдвое дешевле. Выбрали ночью. Посыпали белой звездкой, колышки вставили и стали копать. Наутро проснулись. Оказалось, что у нас не вот так, а вот так. Ромбик. Да. Один раз в шиномонтажке большой взяли, много сразу шин. Другой раз, на третий раз у нас денег не было. Они стали сами нам завозить. По радиусу их подбирали, по ширине. Все это была задача детей. А наша была разложить их, как положено, как кирпичи. Потом засыпать и забить. Четырехкилограммовая кувалда. Вот этой кувалды в шины насыпали глину. И такой кувалдой, методом, как маятник, забивали по кругу глину. Пока женщины махали кувалдами, их мужчины крутили пальцем у виска. Идея, чем наполнить шины, тоже из интернета. Решено было мешать глину и солому. Если первый элемент удалось достать из недр, то со вторым возникли серьезные проблемы. Сухой травы даже в деревне не оказалось. Ее нашли в городе, на одном из стадионов. Проходили гонки, и Ирина Качалина оказалась спасением для организаторов. Пошла к директору. Директор сказал, он помнит, какой был теплый дом у бабушки его с Аманной. И сказала, что поможет. И сам договорился с машиной, с ребятами, с солдатиками. И нам на четырех военных КамАЗах завезли солому. Все, что вы видите, в основном, это бывшее употребление. Из покупного здесь хорошая крыша и крепление. Возводить кровлю помогали добрые люди. Во время съемок начинается дождь. Хозяева предлагают репортеру переждать непогоду. В дом приходится спускаться по ступенькам. Они тоже из шин. Строили методом проб, потому решили углубиться в землю. Не знали, как поведут себя резиновые стройматериалы. Оказалось, что лучшим образом уже пять лет дом стоит крепко и даже без фундамента. Забежал крестник. Ой, вот здесь вот наша комната. Там вот наша, здесь вот тут, тут, тут. Бабушка тут. Все тут уже все. Они распределяют, даже дети видят. Будем своими силами пока отапливаться, кушать, готовить. Электричество. Придумаем что-нибудь. Может, солнечные батарейки поставим на крышу. Проблем с регистрацией дома возникнуть не должно. По документам он будет значиться, как саманный. Когда жилье придет проверять инспекции, хозяева честно собираются сказать, что стены сделаны из шин. Для тех, кто не поверит, они сделают стеклянное окошко. Дом окончательно достроят, как только появятся деньги, а потом примутся за участок. Дочки и мамы собираются сделать огромный бассейн тоже из шин. И они точно знают, что и такое смогут. Мечтайте, а главное делайте. Тогда точно все получится. А я желаю вам хороших выходных. Расставание долгим не будет.